Вы смотрите актуальное интервью в студии Пётр Васильев. Здравствуйте. В Якутске состоялась научно-практическая конференция «Перспективы развития системы комплексной реабилитации и обилитации в Республике Саха-Якутия». В работе конференции приняли участие специалисты не только Якутии, но и других регионов Дальнего Востока. Какие темы обсуждались в рамках конференции, какая работа проводится в области реабилитации граждан с инвалидностью в Республике сегодня, обо всём этом будет наш разговор. В гостях в студии Альбина Трубина, первый заместитель министра труда и социального развития Республики. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнём с первого вопроса. Какие мероприятия были проведены и какие вопросы обсуждались? Самое главное, кто принимал участие? В рамках проведения «Года труда», объявленного в 2023 году главой Республики Саха-Якутия Сыным Сергеевичем Николаевым, была проведена межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая перспективам развития реабилитации и обилитации граждан с инвалидностью. На это мероприятие были приглашены и приняли активное участие ведущие эксперты федерального уровня, это и федеральные научные организации, и некоммерческие организации, занимающиеся именно вопросами по повышению качества жизни инвалидов. Это из города Москвы, Санкт-Петербурга, конечно, наши передовые субъекты, такие как Пермский край, Тюменьская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область и другие субъекты Российской Федерации. Активное участие приняли, конечно же, субъекты Дальнего Востока и наши все районы абсолютно Республики Саха-Якутия. В рамках конференции было проведено пять панельных сессий по вопросам системы ранней помощи, по вопросам развития комплексной реабилитации и обилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Отдельное внимание было уделено реабилитации участников специальной военной операции, членов их семей. Конечно же, была панельная сессия по трудоустройству и социальной занятости граждан с инвалидностью и, соответственно, по теме сопровождаемого проживания и современных форум. Естественно, итоговым мероприятием стало пленарное заседание, где уже все эксперты абсолютно выступили по своим мероприятиям, по своим направлениям, которые они сегодня проводят. И, конечно же, мы будем перенимать этот успешный опыт. В рамках конференции также одним из значимых событий было проведение родительского форума, где наши родители детей с инвалидностью представили свои проекты, конечно же, направленные прежде всего на социализацию, интеграцию детей в общество. Ну и, конечно, была проведена специализированная выставка, где на единой площадке наши специалисты провели консультации. Это из социального фонда Российской Федерации по республике Саха-Якутия, филиала Госфонзащитники Отечества, Управление социальной защиты населения города Якутска, Центр занятости, конечно, Бюро медико-социальной экспертизы. И также, конечно, были представлены технические средства реабилитации и наши некоммерческие организации, которые занимаются вопросами инвалидов. Вообще на данном мероприятии приняли участие порядка 700 человек с учетом подключения в дистанционном формате. И на сегодня у нас в работе резолюция, которая будет принята в ближайшее время. И мы будем, значит, все стороны данной системы по реабилитации будут вовлечены в этот процесс. Альбина Владимировна, Вы затронули тему системы ранней помощи. Вот как она сегодня устроена и что предстоит для этой сферы еще сделать? В республике у нас в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального уровня с 2017 года формируется и развивается система ранней помощи. Было заключено соглашение с Федеральным научным центром по реабилитации инвалидов имени Альбрехта при Минтруде России. И, соответственно, при их методической помощи, при их методическому сопровождению. Был также у нас создан в 2019 году единый ресурсный центр на базе Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, который уже оказывает, в свою очередь, методическую поддержку и помощь муниципалитетам, муниципальным районам. На сегодня у нас уже 24 района и город Якутск включены, вовлечены в эту систему ранней помощи. Конечно, все это у нас делается в рамках межринственного взаимодействия между органами социальной защиты, между организациями образования, организациями здравоохранения. И уже 84 организации на сегодня также предоставляют услуги по ранней помощи. Конечно же, ранняя помощь, прежде всего, она направлена на выявление таких деток, которым требуется ранняя помощь для недопущения инвалидизации, либо сокращения таких рисков. Соответственно, конечно, некоторым семьям достаточно отдельных консультаций. Для некоторых, конечно, необходима уже разработка индивидуальной программы ранней помощи, по которой уже работает мультидисциплинарная команда. Конечно, предстоит еще много работы. На сегодня у нас мы должны развивать информационно-аналитическую систему ранней помощи, чтобы все стороны, в том числе и наш МИШВЕД, чтобы все были подключены, вели учет деток, которым необходима такая помощь. И, соответственно, учет данных услуг. Конечно же, это и совершенствование нормативно-правовой базы, методического сопровождения. В связи с чем у нас на сегодня в работе план по развитию системы ранней помощи до 2030 года, где, конечно, все мероприятия по совершенствованию будут включены. Правильно я понимаю, это, в первую очередь, профилактика инвалидности, да? Да, конечно. А различается ли сегодня реабилитация детей и взрослых с инвалидностью? Вообще у нас реабилитация граждан с инвалидностью, в том числе и детей с инвалидностью, да, осуществляется, конечно же, на основании стандартов, да, услуг реабилитации. Ну, если смотреть, в основном, конечно, различия, это прежде всего по нозологиям, да, по состоянию здоровья, по реабилитационному потенциалу. Ну, для деток, получается, прежде всего, это, конечно, формирование навыков, например, речевых, навыков к самообслуживанию, да, коррекция психоэмоционального состояния, поведения. Ну, и, конечно же, основной целью является успешная социализация, интеграция в общество, чтобы уже детки могли, ну, в том числе и с инклюзивным образованием, да, в ресурсных классах дальше уже получать образование. Для взрослых, конечно, прежде всего, это восстановление нарушенных функций, это, значит, возврат к нормальной жизнедеятельности, да, конечно, при учете реабилитационного потенциала и, соответственно, конечно, закрепление тех результатов, которые достигаются в рамках реабилитации граждан с инвалидностью. Соответственно, у нас на сегодня в республике действует именно подведомственных министерств труда, да, и социального развития республики семь реабилитационных центров, это и в городе Якутске, в городе Нерюнгре, в городе Нюрба, в Амгинском районе, в Алекминском районе, да, и четыре республиканских центра у нас осуществляют именно реабилитационные услуги для деток с инвалидностью, да. Значит, у нас ежегодно проходит реабилитацию порядка трех тысяч граждан с инвалидностью взрослого и взрослого населения, да, и порядка более даже, да, наверное, пяти тысяч детей с инвалидностью проходят реабилитацию в наших реабилитационных центрах. Есть еще у нас, получается, для, понятно, что есть вопрос, да, по приезду, скажем так, да, в реабилитационные центры при поступлении, поэтому имеется право на бесплатный проезд для граждан с инвалидностью, детей инвалидов, да, в том числе и для сопровождающих инвалидов первой группы и сопровождающих детей инвалидов. Для взрослых граждан с инвалидностью это право реализуется один раз в два года, для детей без ограничений в связи с уже медицинскими показаниями. Для этого необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Сегодня большой блок работы – это реабилитация участников специальной военной операции. Как она проходит и как поступают на реабилитацию? По поручению главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева у нас на сегодня продолжается, да, работа по развитию комплексной реабилитации, социализации участников специальной военной операции, членов их семей. На сегодня у нас именно по линии Минтруда Республики Саха-Якутия реабилитация проводится на базе наших республиканских реабилитационных центров, ну, практически во всех, которых я перечислила уже, да, ранее. Ну, еще у нас, значит, на базе комплексных центров социальной защиты в Оленевском и Среднеколымском районах также осуществляются элементы реабилитации, да, для участников специальной военной операции, членов их семей. На сегодня у нас уже прошли реабилитацию, да, значит, 345, да, участников специальной военной операции, членов их семей. И, соответственно, в том числе 97 детей. Для, значит, в основном у нас в городе Якутске в Республиканском центре для взрослых граждан с инвалидностью на базе этого центра, да, проводится для участников специальной военной операции, а именно для детей и для мамочек, да, этих детей, соответственно, проводится на базе Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, вовлечены в этот процесс, да, еще у нас также Республиканский техникум-интернат, да, который проводит именно, значит, профессиональную ориентацию, да, содействие в занятости, содействие в трудоустройству, а также предоставляет, значит, консультации по, в том числе по мерам поддержки, которые, значит, полагаются как на федеральном, так и на региональном уровне, да, и, соответственно, также в рамках комплексных программ, да, у нас предлагается для граждан с низкими доходами еще и госсоцпомощь на основании социального контракта. Значит, у нас уже на сегодня 39 участников специальной военной операции, членов их семей, воспользовались данной госсоцпомощью как по направлению преодоления трудной жизни ситуации, так и на ведение личного подсобного хозяйства и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Данная работа у нас продолжается, да, и, соответственно, мы, конечно, будем развивать эту систему. Альбина Владимировна, ну, в заключении, в республике принята концепция развития системы комплексной реабилитации, длится она до 30-го года, вот какие цели и задачи должны быть достигнуты? Да, действительно, у нас на сегодня принята данная концепция, у нас сегодня в работе план по реализации данной концепции. Конечно же, прежде всего мы должны определить этапы реабилитации, да, какие типы учреждений, на каком уровне должны осуществлять данную реабилитацию, да, и, соответственно, конечно, порядки, да, по которым необходимо, соответственно, значит, предоставлять данные реабилитационные услуги. И, конечно же, наш план, вообще наша реабилитация, система реабилитации в республике должна, значит, отвечать, да, федеральному законодательству. На сегодня уже вот с 1 сентября 2023 года вступят изменения, да, вступят в силу изменения федерального законодательства, которые направлены, прежде всего, на, значит, такие новые понятия, как сопровождаемое проживание, как сопровождаемая трудовая деятельность, как социальная занятость. Естественно, это все должно найти свое отражение, да, в нашем плане мероприятия. Кроме того, в 6 федеральных законов будут внесены изменения, они будут регулировать перечень реабилитационных услуг, да, также, соответственно, стандарты социокультурной реабилитации, стандарты по адаптивному спорту, физической культуре, а также типовые положения по организациям, которые предоставляют, да, реабилитационные услуги. Ну и, конечно же, порядки для субъектов Российской Федерации, которые должны быть обязательно приняты по межведомственному взаимодействию, по комплексной реабилитации, реабилитации граждан с инвалидностью. Конечно, у нас работы много предстоит, но мы будем обязательно в этом направлении работать. Альбина Владимировна, больше чем уверен, что все ваши цели будут достигнуты. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну и напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»